Чек-пачки на окраине городской черты. И здесь вот микрорайон Дубхи, живой микрорайон Дубхи. Это справа. Справа, также, пожалуйста, посмотрите, в центре небольшого сферика. Направо, в краю федеральной дороги Кавказ находится вот эта стела из красного гранита. Верх стела, это цилиндра, украшает бесконечная звезда. Это орден Победы, стилизованный. Этот памятник напоминает нам о том, что Нальчик является городом Хоинской славы. Более в руку от нас, уважаемые друзья, сразу при выезде, мы уже проехали, появится тоже новый объект, очень значимый. Это так называемый Нальчик Южный. Нальчик Южный, на самом деле, это автовокзал. Он завершен, сдан в эксплуатацию, но самой эксплуатации пока еще нет. У этого Нальчик Южный есть еще заврат, брезнец Нальчик Северный. Он, соответственно, находится на противоположной окраине Нальчика при выезде из района Стрелка. И, соответственно, у него такие же функции. Но тоже пока без действий, потому что федеральная дорога Кавказ, выезд с территории вокзала на федеральную дорогу и обратно. Это сложно занять, нужно, видимо, какую-то специальную развязку построить, соответственно, согласование и тому подобное. Вот такая информация, я не знаю, на этот счет. Но самое главное, что оба этих вокзала уже построены. И народы убегали под крепость Невсимозгон. Одно единственное условие. Они принимали христианство. За это они получали небольшой надел земли, какую-то помощь и, самое главное, защиту. В частности, кабардинские феаналы даже отправляли специальную делегацию с требованием снести эту крепость Мазон, потому что под вас и убегают туда. Но их хорошо приняли. Даже предложили какую-то компенсацию денежную. Но активно с треб, чтобы побольше людей принимало христианство и соответственно попадало под российский проникторат. Так как было на самом деле. Вот в этой замечательной книге об этом пишется. Ну и потом город Ордон. В том числе 18-го книги. Там было учреждено в учебных языках. Потом как бы автоматизировали под осетинский алфавит значит, язык, под гереницу осетинский язык. Соответственно, на... Вперед, как говорится, какие-то функции отдать. Может быть, Тарас Кипетов каким-то... Сейчас на барабете цифра 20-21, потому что другие республики бывают и что с ним делают. Я, к сожалению, на счет этот счет. Очень большое количество бывают душей ищут за пределами исторической родины. В самых неожиданных местах. Начиная от Якутии, Сибири. Там, зовут Евреизм и прочее, прочее, прочее. Во всех регионах. В том числе, кстати говоря, там в нефтеностных районах Сибири в качестве специалиста. Вот так исторически сложилось. Под них на всевозможных фасадах такие вот картинки из металла, из камня и прочее. Продолжение следует... 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 Друзья, мы поднялись на эту башню, вот, наконец-таки поднялись. Покажи Лёшику. Сейчас мне надо, она ведёт. Продолжение следует... Макс. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...